Сейчас, подожди, надо нормально поздороваться. Ой, привет! Ха-ха-ха, хорошая какая. Ну, сейчас, а что? А, что? Просто интересно, какого цвета у тебя трусики сейчас? Ну, я думаю, что пока... Или ты без них? ...обсуждается. А тебе какие попадались самые такие? Не знаю, я штанинейка не меряю. Вот с таким болтом, да? С нее штаны. Ой, с себя штаны. И с нее штаны. Она орала, я думал, типа, знаешь, женская, нет, это да. Но если бы ты при встрече снял штаны, я бы, конечно, сказать, что охренела, ничего не сказать. В перерывах между съемками у актеров падает. Пацан с двумя руками, знаешь, как херачит? Не переживай. Что я еще? Она тебе нравится? Мне тоже. Три. Ну, нет. Вот вы всегда говорите три. А сколько? Семь. Семь? Что-то новенькое. Алло. Да. Что ты хочешь? Да мне вообще по ху... Кто ты, что ты? Понимаешь? Вообще похер. Я же не знал, что она твоя жена была. Э, закрой дверь получше. Алло, да, да не тебе я говорю. Ну, значит, повезло тебе с женой, понимаешь? Мне вообще похер. Хочешь ищи, хочешь нет. Курица твоя жена, да? Понял? Ага. Да. Ладно, давай у меня тут это самое тоже встреча. Ага, давай. Привет. Привет. Привет, привет. Как дела? Нормально. Сейчас, подожди, надо нормально поздороваться. Ох, привет. Ха-ха-ха, хорошая. Какая? Ммм, вкусно пахнет от тебя? Да. Что это такое? Что за запах? Диор. Диор? В переходе который? Естественно. Серьезно? Нет, конечно. Это за рубли за 500. Это в ЦУМе, который в ЦУМе придается. В ЦУМе? В ЦУМ ходишь покупать? Конечно. Вещи. А в какие магазины любишь? Ну, что-нибудь типа Гучи. Гучи? А где ты сейчас во что? А что? Просто интересно, какого цвета у тебя трусики сейчас? Ну, я думаю, что пока вчера она это обсуждается. Хорошо, обращусь с этим вопросом через 5 минут. Окей. Так, ну что, рассказывай. Ну, что тебе рассказывать. Какого себе мужика хочешь? Вот с таким болтом, да? Чтобы работал там, чтобы все это или что? Ну, там типа для любви она отношения. Ну, конечно. Это же не главное. Любовь и отношения не главное, да? Нет, размер не главный. Самая главная любовь и отношения. А еще вот такой. Ну, я не думаю, что так плохо можно найти. Серьезно? А тебе какие попадались? Самые такие. Не знаю, я же сленейка не мерила. Ну, примерно с ладонь там. Не с ладонь, меньше. Ты, кстати, знаешь, как определять вообще, какой размер у парня? Как? По ладони. Вот какая ладонь-то? Отсюда до сюда. Такой у него. То есть первое, на что надо смотреть, это ладонь, да? Да. Прекрасно. Ладонь, нос, стопы. Длина стоп у меня 43 размер. Я тебя заинтересовал больше. Я запомню. Так, ну и что, ты знакомишься? Много с кем перезнакомилась? Ну, на самом деле нет времени, нам все не хватает, обстанно работать. Что за работа? Я юрист. Юрист? Конечно. В какой области, что делаешь? Я занимаюсь судебным процессом. Судебным процессом. Блин, вообще супер. Такой друг, такая девушка мне просто нужна. Я, короче, тут к одной домогался. Вот ты можешь помочь мне? Она сказала, что подаст на меня суд. Ну, я же не адвокат. Ну, что мне делать, как? У нас есть вообще задомогательство, что-то, какая-то статья. Ну, смотря, как ты, да, я обмогался. Ну, я типа, короче... Ну, она мне так понравилась, я снял, короче, с нее штаны. Ой, с себя штаны. И с нее штаны. Она орала, я думал, типа, знаешь, женская, нет, это да. А, то есть ты решила напролом просто, да? Да, да, просто. А что, мужик, он должен быть мужиком, разве нет? Действительно, да что, ломается, видимо, да, делать? А то пацаны такие, типа, ой, можно я тебя обниму? Можно это, можно... Надо сразу, раз, и все. На, все сразу к делу. Отличный план, вообще просто. А вот ты вот, что думаешь по этому поводу, что любишь? Ну, не знаю, смотря кто это будет делать. Смотря кто. Так, ну, например. Нет, ну, если бы ты при встрече снял штаны, я бы, конечно, сказать, что охренело ничего не сказать. Если бы первое, что я увидела, было бы это. Ну, а твоя реакция была бы какая? Тебе ты такая? Смотри, что в этом увидела. Блин, ну, это же надо, тоже знаешь, в рабочее состояние привести. Ну, конечно. А что просто так-то штаны снимать? Чего? Что там просто так штаны снимать? А, то есть сразу нужно к делу, да? Я почему рассказывал вообще все это? Я, на самом деле, работаю в порнухе. В Питере. В Питере это вот столица порноиндустрия в России. Вот. И работаю. Кстати, не хочешь подработать? Нет. Нет, серьезно. Знаешь, какая у нас должность сейчас вакантно открыта просто? В перерывах между съемками у актеров падает. И чтобы не упало, нужен человек, который будет надрать. Чтоб не падало. Реально, у нас пацаны работают. Там один пацан с двумя руками знаешь, как херачит? Актер там пьет кофе, там что-то разговаривает. Херачит, херачит. У него все нормально. Что за жесть? Что за новой профессией вообще? Не, серьезно. У тебя были какие-то новые такие? А как ты относишься к моей профессии? Я считаю, что любая профессия имеет место в ходе, почему бы нет? Если человеку это нравится. Ну вот, я просто мечтаю, хочу, чтобы меня взяли актеры. То есть, да, я не актер, я там помощник, ассистент. Ну, я не на***чу, конечно. Мозолище не натер, не натер только от своего, знаешь, своего змея. Там придушить надо, там, туда-сюда. Ну вот, я занимаюсь там озвучкой, там, подай, принеси, там, все дела. Вот, много вижу всяких этих. Всяких моментов. Всяких моментов, да. А что, там платят круто, вот так рисун платит вообще нормально. Там, типа, за классическое, да, ну, там, одно место. Он платит вообще 10 тысяч, там, если там, под хвост, то еще доплаты, если там какой-то там лизинг сделать. Понимаешь, о чем я, да? А вот, то там еще доплата, если там группа или еще что-то. Я вижу, ты заинтересовалась? Ну, нет. Хочешь поработать? Нет. Мне нравится моя работа. Ну, вот сколько ты зарабатываешь? Ну, достаточно. Достаточно сколько? Ну, от 250. Ты зарабатываешь? Да. То есть, у тебя варьируется, что ли, или что? Почему от 250? Ну, в зависимости от количества дел в месяц. Ага. В зависимости от новых доверителей. Ага, понял. Круто ты зарабатываешь. Блин, я с тобой дружу вообще, ты чего? Все, возьми меня к себе, да? Да, возьми меня к себе, а живешь где? Живу в отрадном. Ну, это я понял, я сейчас забрал отсюда. Ну, да. Ну, своя квартира? Нет, пока что не своя. Ипотеки я не люблю. Не нашел слава. А на свою квартиру я пока не заработала. Сколько накопил уже? Ну, почти на половину квартиры. На половину квартиры? Копишь? Естественно. Только не таким способом. Не таким? А каким? Судами? Судами? Конечно. Ага, я понял. Так, ну, хорошо. Получается, ты, вот что тебе в главном мужиках? Вот, ладно, ты ищешь там, типа, возможно, любовь, возможно, разу встречу по-любому. Или нет? Ну, как пойдет, да? Пойдет. Как пойдет. Маленький сейчас, сейчас мы договоримся. Не переживай. Она тебе нравится? Нет, тоже. Продолжай. Нормального мужика, который будет вести себя, как настоящий мужик. А не то, что сейчас вот эти вот мужики, которые у нас губы колят и все остальное. Пипец. А я хотел себе губы наколоть. Ну, зачем? Чтобы еще больше было. Я так понимаю, чтобы связано с работой, да? Конечно, конечно. Чтобы помогал. Конечно, чтобы лизинг хорошо делать. Да, да. Чтобы меня, наконец-таки, взяли, блин, на эту долбанную должность. Я обладаю актерскими талантами. Все работает. 30 лет у меня все там вообще. Все в твоих руках. И не только рука. В руках, да, иногда. Да, бывает. Так, и что? Получается, хорошо. Любовь ищешь. Ну, типа, влюбийцы. Ну, вот, хорошо. Что тебе нужно от мужчины? Да, там, ну, деньги нужны. Сколько вот он должен зарабатывать? Ну, определенные суммы, наверное, я тебе не скажу. Он должен хотя бы что-то зарабатывать. Ну, то есть он должен... Ты по 10 тысяч. Ну, нет, 10 тысяч. Это не вариант. Я поэтому и развилась. Потому что мы в саду развода серьезно? 60 тысяч. Да. 60 тысяч? Да. И чего? А ты 250? Да. Ага. И? И? И как тебе перспектива? А он что, ну, не хотел там стремиться к чему-то? Ну, нет, он говорил, что в Москве нет работы. И он не знает... Он просто со мной не был знаком. Я бы его трудоустроил. Конечно. Я бы его трудоустроил. Ты что? Нет, мы прожили 5 лет, и я решила, что хватит. В один момент собрала свои вещи и ушла. Ага. Ну, долго ты ему давал шанс? Ну, типа он просто не стремился ни к чему? Ну, все 5 лет. То есть 5 лет ты терпела? Ну, да. Я все надеялась, что люди меняются, а по факту оказывается, что нет. Так, окей. Ну, а сейчас у тебя какие-то встречи или кто-то, например, или кто-то, примите? Ну, ну, примите всегда, кто-то есть, но это все не то. Почему? Ну, потому что есть один человек, я очень хорошо его знаю, я понимаю, что он мудак. А смысл встречаться с мудаком, ну, такое себе. А в чем это выражается? Мне просто интересно, знаешь, чисто вот мы с тобой познакомились, мне интересно, все-таки кого ты ищешь, как-то рассуждаешь, что ты от мужчины хочешь. Ну, не... Вот что мужик должен работать там? Мужик должен быть мужиком. Мужиком должен быть. То есть какие-то элементарные вещи, там, забота, открывать дверь, зарабатывать деньги, помогать приносить продукты домой. А жрешь-то много? Нет. Нет? Нет, конечно. Ну, то есть немного продуктов нужно приносить. Так, уже плюсик есть. Какой-то плюс есть. Ну, на что ты тратишь, Иван, на деньги? Хорошо, получается, ты зарабатываешь вот столько, 250. Сколько мужчина должен заработать конкретно? И как будет распределяться ваш бюджет? Вот, типа, тебе бабки будут давать или что? Ну, наверное, как минимум, который он должен зарабатывать, 1150. Так. Ну, а бюджет, ну, он как бы должен быть общий. Почему нет? Вот, если мы живем с человеком, это не значит, что все должен на себе тащить мужчину. Ну, серьезно? Конечно. Так. Ну, ну, девушка, конечно, тоже должна помогать. Ну, то есть девушка должна, по твоему мнению, работать, что-то делать? Да. То есть не так, не то, что она, знаешь, типа, мужик работает, девушка не работает, типа, дай мне бабла, я пойду в салон красоты, и там ногти свои сделаю, там еще что-то сделала. Тимон, в наше время я считаю, что на все свои ногти и ресницы девушка может работать сама. Так, ну, типа, погрызть? Ну, нет, типа, сходить в салон, сходить к косметологу, а мужчина там... Слушай, ты вообще редкость, ты просто золото, потому что обычно девчонки, как бы, у меня не первое свидание, говорят, блин, мужик должен то, мужик все. Там, кто 200 тысяч не зарабатывает, надо кастрировать, там, ты нищеброда, там, или еще что-то, а ты что? Или ты пиздишь? Нет, я просто жила с мудаком, и поэтому нормальный, адекватный мужик, это прям золото будет. А если ты мне вон номерочек дашь, я тебе позвоню, спрошу. Ну, отзыв о тебе. Нет, отзыв о тебе. А что может обо мне сказать повсюду? Ну, не знаю. Я тоже не знаю. Мало ли, что ты есть такая... Денька. Ты ведьма. Конечно, мне все пять лет, ты говорил. Ты ему наколдовывала, что-то пыталась наколдовать зарплату, но магия не сработала. Ты видишь, да, пять лет мучилась, мучилась, и все. И все бесполезно. Ну, а давно было вообще? Полгода назад. Полгода. Ты без мужика полгода? Ну, нет. Я с мужем разошлась полгода. Я же говорю, были отношения с человеком, но он оказался мудаком. Вау. А когда было в последний раз у тебя мужик? Несколько месяцев назад. То есть ты писька мужского видела несколько месяцев назад? Да. Серьезно? Серьезно. Такая голодная, наверное, сейчас такая, прямо у тебя снятся, там всякие вот такие штуки. Ты мне предлагаешь прямо сейчас раздеваться, что ли? Да, конечно, конечно. Красиво, девочка, что мне раздеться? Действительно. Что одеты сидеть? Могу кондей выключить, сейчас будет тебе жарко. Разденешься, покажешь мне там свои достоинства. Нормальные. Нормально достоинство у тебя? Не знаю. Что значит не знаю? Это для тебя секрет, что я их не видишь или что там? Ты меня пугаешь. Нормально. Нормально. Двоечка? Угу. Или меньше? Не скажу. Интрига. Блин, ты прям интригуешь меня. Так, короче, интересная ты дама, прям вообще интересная. Пахнешь так хорошо прям. Блин, зарабатываешь хорошо? Не, ну я зарабатываю, я зарабатываю там. Ты сто пятьдесят как раз весим. Ты как раз подходишь под крылья. Да, да, да. Вот, я, кстати, это самое, блин. Мы, короче, недавно снимали. Сейчас я тебе покажу. Ты пока последи за дорогой ездить умеешь? Конечно. На чем ездишь? А у меня китаец. Китаец? И причем я ездил на механике. А, ну ты любишь эту ручку так нанизывать, нанизывать, трогать, теребить. Или что-то еще ты любишь теребить? Скажи. Потом я тебе расскажу об этом. Возможно. Ну, не знаю, как-нибудь попозже. Ну, сейчас покатаемся, типа, да? Потом пойдем взад. Взад? Да, взад пойдем. Любишь взад. Если кто-нибудь пойдет, да? У меня там тонировочка, все нормально. И ты мне продемонстрируешь, как ты видишь. Ну, нет. Все так сразу. Что нужно? Мы только встретились. Я просто, смотри, мы записывали вот. Блин. Заблокировался, прикинь. Следи за дорогой. Я смотрю. Можно ехать прямо. Прямо, да? Там сейчас будет красненький. Короче. Короче, мы записывали бомбу просто. Я просто еще занимаюсь, ну, типа, звукорежиссурой. А мы там звукобрабатываем. Вот, смотри. О. Вот, оцени качество звука. Вот, реально. Оцени качество звука. Помех нет. В принципе, все не плохо. Все нормально? А вот здесь один момент есть. О. 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 Ну, все понятно? Ну, давай послушаем. Давай послушаем. Сейчас там момент будет вообще один. Я его прям сделаю. О. 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 согласись звук классный звук нормальный нереально тебе понравилось а ты смотришь вообще такие вещи у меня нет на это время я постоянно работаю на на что у тебя есть время что ну надо же как пошла в душик там туда-сюда шланг себе там для этого другие магазины придумали так эксперт оказывается у тебя набор общем игрушек я понял что же я все так сразу рассказывать ну раз а сказала говорит бед сказал на игрушки там про магазины какими пользуешься пользуешься такими вакуумами воздух со структур а что я с большой девушкой пользовался только у меня рот работает лучше любого вакуума у меня это прекрасная губы язык вообще начали зинка просто сфере лизинга ох просто вот эксперт да мы сейчас про лизинг про машины давиде мы говорим что потом я конечно правил про машина прошло еще я так и понимаю ты нравится такая тема машина в лизинг в лизинг такой просто берешь такой вот такой лизинг ну судя с твоей работой все нормально я знаешь сколько видел этого лизинга просто техники все техники где всосать что облизнуть просто где чемохнуть причемохнуть просто понимаешь но как ты вот относишься допустим вот и со мной познакомилась да мы с тобой познакомились ты слушаешь вот реально о моей работе что думаешь нормально работ думать такая а не потери нам зад или что-то дебилево хотя нет я клизму не сделал не подготовил или подготовилась мы с тобой решили просто увидеть вот увидели суши ты сама говоришь у тебя времени мало когда у меня тоже до хрена работы времени мало время от самая дорогая фигня сейчас у нас чё толку тянуть зачем вот реально нужно время терять ну как ты вот сейчас мужика сеешь у тебя времени тупо нет появится мужик то что для него время освободишь участие под для меня освободило время естественно я человек деловой люблю сразу к делу чуть-чуть поговорили вроде нормально там глазки хорошие губки нормально рот рабочий раздевайся до ночи такой первый раз да насколько хорошо сколько вот по твоим принципам должно пройти времени чтобы мы с тобой чтобы я врезать и шершава мать я тебе врежу шершава и отвечаю просто я тебе за сандалию я тебе клянусь просто даже если сейчас мы покатаемся типа мы с тобой пухнем просто сбухла я еще больше бог я тебе так сделаю что ты у меня есть отзывы знаешь какие отзывы когда за мной бывшие которых я нахер послал до сих пор бегают у меня есть реальный отзыв после один из последних ладно не по самый последний дампы вообще могу дать и контактики аннате все подтвердит как что там три часа мне предлагаешь позвонить твои больше но если ты не веришь ты говоришь почему ты уверен так все я блин уверен реально это не то что из разряда был там не какой-то разговоров а вот реально положение делал так что мать сегодня просто ты будешь молиться чтобы там у тебя не натерлась наивный такой просто да да что мне может помешать много что допустим что например то что мы только познакомились и что ты хочешь сказать что тебя никогда не было когда ты только знакомишься где-то там в клубе бывали еще что-то нет ну-ка посмотри мне в глаза ты понимаешь что у тебя глаза они звучат у тебя глаза говорят суть мне в рот абсолютно нет я тебе говорю сейчас еще хитренько так улыбаешься у тебя ну тебе блин у тебя глаза выдают поверь мне я работаю с людьми я знаю когда кого это не такие сцены я много видео когда к нам приходите по новенькие такие актриску я не умею типа у меня не было там у тебя знаешь 18-летний а потом видно что там она уже знаешь с пробегом хорошим 17 лет до ночью не так-то тебе сколько напомню 27 а какой у тебя пробег в россии в машине домой я говорю нет вот у тебя пробег конкретно какой-то пробег он не скрученный там как там все нормально поршни все целую работу я 5 лет была замужем пять лет замужем до этого после после я работу до этого я училась училась на юриста ну так какой у тебя пробег или у тебя международный может пробег типа или только в россии ты хочешь сказать что все настолько прекрасно ну хорошо сколько у тебя было мужчин немного дай-ка угадаю стандартно 3 ну нет вот вы всегда горите 3 а сколько 7 7 что-то новенькое 7 квадрате нет в кубе а было у тебя там с нескольким сразу нет что ты врешь просто вот что ты врешь по тебе видно как ты выглядишь как ты смотришь как ты улыбаешься блин серьезно у нас первая встреча я на первой встрече тебе говорю вот такие вещи ты нормально адекватно реагируешь другая бы которая кстати была бы противница вот это всего и который не было бы такой разратный она сказал слышь тупо ёб ты чё пиздишку топишь иди нахер останови машину я пошла буду нормального искать там любовь искать еще что-то ты сидишь реально слушаешь ржешь понимаешь поддерживает разговор значит ты еще до вавилонская блудница вавилонская блудница для работа такая то что я могу разговаривать на любые темы да конечно конечно прикрытие работы до чего только в судах я не слушаю кто с кем и кто в каких позах да конечно такое тоже иногда обсуждается в семейных спорах серьезно серьезно и судья мне кажется просто вот так а зачем это вообще обсуждать спорах типа ты вот так вот мне не делал развод сука начинается когда раздел имущество очень многие там дамы начинают а ты там вообще за мной не спадает это спал спал москвой это был я это был я я не скрываю у меня около 300 было ты записываешь не я не записываю говорю плюс-минус как бы до 20-30 человек но около 300 поэтому опыт у меня нормальный но лизин конечно не всем делал да это только избранную понимаешь я должна девушку посмотрите вот понять что да все она хочется прям ясно ясно ты еще занимаешься я знакомлюсь с девчонками с такими на работе знакомец такую себе знаешь у них там реально такая пещера просто когда им скажешь мне кажется что сейчас здесь ехо тоже пошло свист какой ты вот знаешь как ветер гуляет машинка проехал машинка проехал как мы стоим на светофоре но реально какой-то свист не казалось ну так и чего вот мы с тобой познакомиться вот мы разговариваем таких темах тебе это все премиум нормально что ты хочешь что ты хочешь плане меня роли сети уверен я думаю тема лизинка тебя заинтересовала я по глазам твоим сучьим вижу вот реально что понравится надо именно вот на этом акцент блять это очень важный акцент ты знаешь очень многие недовольны своими мужиками которые нихрена не умеют или говорят типа я это не буду делать потому что я пацан типа ой вы начнете такие мужики вы тут рассказываете сказки да я тут такой я могу по два по три часа об этом оказывается что две минуты и спать две минуты кто две минуты это делает у него простотит что ли или что мысли две минуты бывает и такое вот я похоже муж такой нет я понял две с половиной ну просто вот кто больше всего вот эти темы затрагивает обычно происходит так что пошли в зад проверим чё я тебе покажу сколько минут чем кто может один лизин будет минут 22 минуты вот именно раздеться у тебя есть можно устроить тест-драйв да ты его тут машинах рубишь как мы все понимаешь реально можно устроить тест-драйв потрогать рычаг по переключать его первая переда 1 2 3 я на показываю на полировать его чтобы все аккуратненько чистенько там было достаточно интересно общаться ну блин это явно этих людей с которыми можно поговорить на любые темы я новую интереснее нежели там вопросы про работу про твои хобби как искусные пацаны там которые потом вот когда они будут типа это делать таки хорошо темп прибавить тэпу байт когда ты еще не спишь надо делать так чтоб там вопросов и ответов не было и просто иногда спрашивать сдохла нет правильно же если девушка молчит это будет очень странно значит что-то не так ну и естественно только что я предлагаю пойти за нет мы же с тобой уже это сады я предлагаю чтобы сейчас поехать короче выпить по кофе денег посидеть пообщаться да вот и провести время там а потом может быть план переходящий вечер надо вам может быть и в ночь